Большая часть программы пройдет в онлайн-режиме. В профильном ведомстве сообщают, что техническая возможность позволяет это сделать. На сайте Министерства уже опубликуются первые материалы. Это лекции известных деятелей культур, а также виртуальные экскурсии по музеям региона. Своя работа продолжается и в театрах. Спектакли, постановки, репетиции актеров зритель сможет увидеть в интернете в режиме прямого эфира. А вот вручение традиционных премий, оренбургская лира и грани мастерства пришлось перенести. Что касается самих церемоний, то мы их просто перенесем, потому что, конечно, люди, которые ее заслужили и которые были признаны по итогам прошлого года лучшими, они достойны того, чтобы их почествовали в зале, в привычной обстановке. Для нас, для деятелей, для работников культуры это очень важно, сам факт. Поэтому пока на неопределенное время мы перенесли. По словам министра культуры, формат трансляций из музеев и театров будет развиваться. Сейчас под него разрабатывается своя программа. У оренбургцев будет возможность приобщиться к искусству, не выходя из дома. Ведомстве полагают, что это должно повысить интерес молодой публики, а также улучшить обратную связь со зрителем. Подробный план всех мероприятий недели культуры Оренбуржья опубликован на сайте областного Минкульта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!